Всем привет! Друзья, сегодня мы находимся на довольно-таки интересном ставочке. И сегодня мы приехали сюда ловить карася. Здесь имеется крупный карась. Я очень долго просто ждал, пока здесь на этом ставке станет лед. Это озеро питается в основном родниками, поэтому лед здесь замерзает одним из последних. Рыбачу я сегодня с Жекой. Жека, здоровайся! Что, друзья, разбираемся с Настей и все по порядку. Кормимся, выставляем удочки и ждем подхода крупного карася. Жека уже лунки бабахнул, 4 штуки. Я, наверное, где-то чуть дальше тоже бухну здесь в лунке. У меня сегодня имеется 5 удочек. Ну, может, для начала тоже 4 выставить. Ну, лед, да, так себе. Прессованный снег, будем так говорить. Все, ребят, с лунками вроде бы разобрались. Бабахнул я 5 лунок, почистил их. Теперь мы кормимся. По прикормке будем использовать Fish Dream карась. Это премиум серия с ароматом чеснока. Как по мне, чесночная прикормка, она максимально отсеивает чернуху. И, в принципе, карась на нее реагирует довольно-таки неплохо. У меня здесь ее полпакета, но, в принципе, по зиме нам много кормиться и не надо. Совсем чуть-чуть. Грамм, наверное, 150 прикормки я насыпал. И также добавим Antarctic Krill. Это мука Krill. Концентрат такой себе. Ну, его надо совсем немного. Замешиваемся в таком удобном ПВХ-ведерке. Это ведерко для набора воды на крутых берегах от Brain. Я его часто использую для замеса прикормки. Глубина здесь где-то порядка 2 метров, может, 2,20. Поэтому можно без самосвала кормиться. И бабахнем еще пару запасных лунок. Ну, так, на всякий случай. Если что, чтобы потом побегать, поискать. И дополнительные лунки тоже немного прокармливаем. На подход, кажется, лунки закормлены. Теперь дальше дело в удочках и оснастке. Сейчас вам покажу, как я оснастил удочки на карася. Ну, так, быстренько, бегло сделаю такой обзорчик. Чтобы вы просто понимали, на какую оснасть сегодня буду рыбачить. Самые дешевые удочки обычные, по 18 гривен они стоят. Довольно-таки отзывчивые кивки на них поставил лавсановые. Кивок реагирует тоже от малейшего поднятия мормышки. Мормышка здесь, ну, минимальная, ребят. 0,2, наверное, грамма, не знаю. И чуть выше мормышки, где-то сантиметров на 10, вот такой вот отводик у меня. На отводике крючок. Я не знаю, вам может быть плохо видно, но я думаю, сама система вам понятна. Внизу мормышка, чуть выше еще на отводике. Крючок с тонкой проволоки, а с тонкой для того, чтобы можно было нормально наживлять мотыля, и он не вытекал. По наживке, кстати, у нас все тот же мотыль. В принципе, нам на карася ничего другого и не надо. Самая лучшая наживка для зимнего карася, повторяюсь, для зимнего, это мотыль. Одеваем на крючок. Ну, смотрим по обстоятельствам, какого размера мотыль. Я думаю, такого размера, штуки 4, можно одевать. И будет то, что надо. Есть такое дело. Так вот, подвесик, мормышка. Ну, выставляем теплую удочку. Хочу вам показать леску, которую я сегодня использую на карася. Это Shimano Aero. Обратите внимание на диаметр. 0,096. 0,09 леска. На разрыв она 900 грамм. Очень тонкая. Ну, реально такая паутинка. На зимнего карася именно то, что надо. Так, выставил я, значит, 3 удочки. Жека тоже поставил, пока месь 2. Сидим, еще поклевок не было. Но на дальнике там видели мужик одного карася со всей толпы вроде бы мыкнул. Сейчас они сидят завтракают. Больше никто не ловит. Собственно, пока месь карасик подходит на прикормку, можно и самому бахнуть чая. Также я сегодня с собой брал такую удочку. Я ее использую под безмотылку на окуня. Но в прошлом году на игру довольно-таки неплохо здесь на ставке ловился карась. Поэтому сейчас эти удочки стоят. А мы еще походим по дополнительным лункам. Попробуем поискать его. О, карасик. Да, есть. Ребята, наконец-то. Наконец-то первый карасик. И вроде неплохой. Так, надо аккуратно, потому что леска очень-очень тонкая. Вот это поклевка карася. Четко было видно, что клюет карась. Хороший банчик. Да, красавец. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Тихо. Попускаю. Попускаю, чтобы леску не порвал. Ну, морду показал такое. Грамм 350 точно. Ах, красавец. Да, так и есть. Красивый карасямбо. Первый, друзья. Но уже не в холостую. За самый краешек. Так, глянь он, как плохо держался. Есть. Фух. Просто красавчик. Друзья, ну, честно говоря, мы уже с Жекой практически потеряли надежду. Вообще, глухой из того, как в этом году что-то, я не знаю, что с карасом. Либо его здесь стало намного меньше, либо он с закрытым ртом. Обычно по перволётке здесь нормальная раздача. А сейчас уже половина первого. И вот это вот только первый карась. Я просто в шоке. Мы уже домой хотели ехать. Но карася поймал. Я думаю, ещё надо в любом случае поупираться. Не один же он здесь вообще. Просто он может под вечер откроет немного рот. Карась здесь стандартного размера. Именно вот этот. Есть, конечно, и крупный, как я говорю. Но вот это вот золотой стандарт этого ставочка. Смотрим, что у нас тут с мотылём. Ну, пучок довольно-таки неплохой. Но я бы такой, чтобы с таким клёвым заменил бы всё на всё. Вроде он и не высосанный был, этот мотыль. Но всё равно. Обновил мотыля. И понеслась дальше. Может же он здесь всё-таки не один. Видишь, стоячие удочки. Вообще ни о чём. Есть. Хорош. Да неужели второй, да. Слышишь, опоклёвка была такая, как у мелочи какой-то. Да, ребятушки, второй карасик. Слушай, то неужели я сегодня откуплюсь по рыбе? Мы уже думали, что всё. Мёртвый ставок. Так. Особо не форсируем. Напомню, что леска у нас здесь 0,09. Кусок снея всплыл. Так, ну что, покажись. По ощущениям, такой же по размеру. Да. Может, чуть-чуть меньше. А я его даже, смотри, за нос шлёпнул. Чуток получается поменьше. Ну, этот грамм 300 точно. Может, этот грамм 250. Сейчас жадничать намот или нефиг. Давайте этот весь снимем. Бросим сюда. В ополонку. Пускай карасик подходит. Мужики, он всё уже сворачивается. Сейчас будет идти на берег. Ни у кого ничего не клюёт. Я пока в фаворитах на этом ставке. У этих всех мужиков один карась. На толпу. Сколько их там человек, я не знаю. Вот. И у нас с Жекой, считай, два карася. Те, что я поймал. Позвал только Шу Жеку. От меня вот луночка есть. Три метра. У меня там стопроцентный был карасёвый подъём. Но просто нереализованный. То есть карась не полностью втянул пучок мотыля. И я просто с пасти вырвал. Я почувствовал даже. Погода, конечно, под вечер наладилась. Но с клёвом так лучше и не стало. Друзья, похоже на сегодня и всё. Смотрите, стопок полностью пустой. Мы только с Жекой вдвоём. И то Жека уже там на выходе меня ждёт. Просто не души. Но люди до обеда посидели. Их просто больше не хватило. Один карась на толпу. Я же говорю, их там 10 человек было. И мы с Жекой вдвоём. У нас два карася. Тех, которые я поймал. Заметьте, карась в принципе это неплохой. Что один, что второй. Практически идентичные караси. Вот такие. Калиброванные, мирные, хорошие карасики. На сегодня всё, друзья. Всем пока.